Итак, все привет с вами ДБК, продолжаем играть в Кайзер Редакт за Германию, и в прошлой серии мы уже подошли к концу практически войны, мы истощили очень жестко на западе здесь Британию, Францию, на востоке уже готовимся наступать, только у нас все еще нет танковых дивизий, которыми мы собирались наступать, но это займет некоторое время, я еще и на механ решил их полностью перевести теперь, потому что все равно пока я танки доделаю, можно и механ доделать, Так что пока еще ждем, но может быть где-то на востоке начнем локально как-то наступать, поехали И начнем с того, что пора уже добивать Сербию, пожалуй, а потом эту армию куда-то переводить, и надо будет, наверное, у нас где будут морские базы, у нас вот здесь будет морская база, в принципе здесь есть морские базы, мы скорее всего сможем вот сюда пройти, вернуть себе Крит, и потом пойти высадиться в Италию, пожалуй, как-то так, наверное, будем делать Как, кстати говоря, наша здесь Америка поживает, не очень хорошо, я вам скажу, туда заслали уже очень много снаряжения, но еще все еще недостаточно, пожалуй Так, все еще поставка через 18 дней, наверное, через 18 дней я изменю поставку и добавлю еще конвоев, потому что, ну, как-то не очень хватает, по ощущениям И Сербию мы взяли, супер, давайте вот эту армию дотреним, пожалуй, добавим к ней еще вот эту, чтобы она была цельной Здесь мы, наверное, ничего не будем делать пока, что мы ее ждем А этой, пожалуй, куда-нибудь высадится, вопрос только, куда и куда, здесь еще Греция есть в союзниках Блин, хотелось бы, конечно, может на нее атаковать, это дало бы нам очень много пространства здесь, но, наверное, пока еще не будем Контантой мы займемся чуть попозже Вот, давайте подумаем насчет того, чтобы как-то пройтись сюда Здесь Турция за Болгаре воюет, сможем ли мы право на проход здесь? Нет, не сможем Но, может, мы сможем проплыть? Сейчас попробуем Давайте-ка, как-нибудь вот так их сейчас расположим И будем готовить выставки Уголосование за право голоса в Совете Концессии по России Но, пожалуй, конечно, нет Против него и сейчас Здесь мне ничего особо не интересно Я еще больше авиации закидываю в Бразилию Надежда на то, что это поможет спасти как-то положение Но есть чувство, что вот этих ребят надо отправить просто вот сюда Чтобы именно эта армия пыталась как-то что-то сделать Ну, такая поедут, а там как-то едут И нашло тут просто шикарно работает Но я временно отправил их починиться Тут некоторые повреждения есть на каких-то кораблях Пускай все дочинятся и вернутся на свои миссии Все-таки я не хочу никакие корабли терять Но в целом мы очень успешно выбирательные реформы Рейха Супер Очень успешно... Так, да Провалилась, не может быть повторно Супер Так вот Беритания в полной блокаде Франция в полной блокаде Еще и без снабжения вообще Смотрите-ка, добровольцы Туда заатаковать И, ну, у них есть шансы какие-то Потому что Кодирует моя авиация Да, и Плюс к этому У французов здесь дебафы за снабжение много где Потому что Они просто не могут себе снабжать никак Просто уничтожаем их, логистику, все Удачи им со всем этим Смотрите, что британцы сделали Они высаживаются и нажали еще и форс-атаку Высаживаются они против нашей авиации Так что, ну Что я могу на это сказать Удачи им с этим Они просто сейчас эти дивизии в ноль сотрут Ну, да Примерно и получилось Оба, смотрите-ка, специальный выбор 1441 Так, так У нас есть три интересных варианта Так Блин Шлейхера, ННП или Крейсхансера Ну, я думаю, Рейсхантлер все-таки Посильнее будет Давайте его выберем О, Вильгельх второй скончался Приходит третий А с ним мы уже договорились Ой, смотрите-ка, наступление здесь в Бразилии у них остановилось Потому что припасов, судя по всему, нет Ну, скорее всего, так и есть И это, конечно же, нам только на руку Мы сейчас перебросим сюда хоть какие-то дивизии Так, речь Ага В политике уже просто бесконечность И попробуем потихоньку контр-атаковать Хотя, конечно, очень медленно Но самое главное, что под авиацией Их наступление практически невозможно И вот так вот выглядит Война на море Мы просто рейдим все, что попадается Это нереальное количество Британских конвоев Здесь везде находится К нами И вот один флот уже починился Снова возвращается на рейды Британия в полной блокаде Я думаю, конвой у них даже скоро закончится АМХ теперь вводим Евромарку Делали мы реформу Метали Европы И получаем объем производства От краски Метали Европы Ну, немножко, но полезно И другие страны тоже будут получать Господи, Герингия Объявила войну уже просто всему, чему можно Все принимают рейсмарк, окей Но... Ярмарк, точнее Но они как-то еще живы Там что-то типа 250 дивизий, может быть Не знаю откуда, но они живы И Герингия продолжает сражаться Зверь, зверь И вот наконец-таки готовы Первые наши танковые дивизии Они невероятно сильны Просто задаваются Танкового фельдмаршала И танковую армию Ну и мы наконец-таки Накопили силы на востоке Мы сюда авиацию подвели На остальные ближайшие регионы Я думаю Пора начинать наступление Будут сейчас очень шустые бои Но, думаю, с поддержкой нашей авиации Мы должны, приземлименно, справиться Первые бои будут Чуть-чуть похуже Потому что они там укреплены Солидно Сыгры здесь железные орудия, что ли Железнодорожные Судя по всему, да только Да, в России, причем не у нас Где-то здесь, походу, тоже Но ничего В общем-то у нас самое главное, что Сейчас должен танками сюда пробиваться Делать здесь окружение большое Потом попробуем здесь сделать Окружение под Петроградом И потом выходить уже на Москву будем Поехали Так, ирландское и немецкое деловое предприятие Допустим И нужно сразу расширять Этот прорыв Так, Южная Африка хочет присоединиться Конечно Пока что вроде все идет Примерно по плану Смотрите-ка Тут еще и вторая русско-японская пошла Япония решила, что это Что ей не хватает войны В Китае войны Здесь вот в Юго-осточной Азии И давайте-ка еще и на Россию Пойдем Да, чтобы прям в Японии Все было совсем хорошо Ну, у меня есть ощущение, что она Сломается Хотя посмотрим Тем не менее Россию мы потихоньку пушим Рано или поздно Там будут начнут закачиваться винтовки Под авиацией, конечно, все намного лучше происходит Хотя все еще, конечно Ну И не так много Именно штурмовой Поэтому чуть-чуть где-то бывает не хватает Хотя в целом В целом вроде достаточно Смотрите, что происходит Концессии Конфискует наши концессии Какой ужас Мы им за это еще ответим Они что-то сильно обнаглели Ну-ка, пошли они вот сюда, да Я так понимаю Так, а куда это они? Открытую дверь Ага, вот сюда Вот они британцами Но я не вижу Я не вижу, где они именно от нас отказываются Но факт в том, что Они за это еще получат Свою И пока мы там в России воеем Достаточно успешно мы Также параллельно начинаем Саживаться на Крит И я понимаю, что нам стоило На самом деле сюда еще авиации подбросить Вот это мы, наверное, сюда и перебросим Давайте Чтобы чуть получше прошла выстка Ну и сразу смотрите, как все пошло по-быстрому С таким уроном И мы, я думаю, еще, да Здесь успеем подбить Крит наш Будем сейчас высаживаться Пора вернуть территорию Да Пора высаживаться в Италию И вот такие вот Мы подготовили просто Всю Южную Италию Попробуем атаковать У нас есть вот здесь вот авиабазы И плюс мы здесь еще займем какие-то Так что я думаю С поддержкой авиации Мы вполне сможем это сделать А здесь мы уже под Москвой И Вот здесь вот Ликвидируем окружение В принципе Часть получилась Сейчас я под Петроградом Как я и сказал Будет основное Но уже получается неплохо Хоть и с большими для нас потерями Ну относительно большими Как бы можем Изволить себе еще несколько миллионов Потерять свободно вообще У нас еще здесь сейчас будет 2% мэн пауэра тоже То есть как бы Мэн пауэра у нас Очень-очень-очень много И Вряд ли мы его сможем истощить Так что можем Сильно не жалеть о потерях Ну и короче Вот этот один доброволец Вспомните его, да Он Взял уже две пронисы Сейчас возьмет третью С поддержкой нашей авиации Так, кто это там за доброволец На богемский доброволец Часто там один командир Как бешеный Атакует все, что видит А вообще мы можем Реально Типа Продолжить Потому что мы пробьемся У нас есть авиация Но я хотел ставить это на потом Так что даже не знаю Вот это можно забрать Чтобы фронт стал чуть-чуть Попривлекательнее Но дальше мы остановимся Ну и да Вот так вот мы сделали Чуть-чуть продвинулись Прорвали линию уже Ну потому что Ну Ну То есть не можено Потому что можено здесь нету Но там какие-то крепления их были Но особого Особого вреда Наши войска мне принесли В принципе, как я и сказал Мы можем пробить Францию в любой момент Но хочется сначала Закончить здесь Кстати говоря Мы почти Справились с Москвой Но там мы вроде как сможем У нас здесь есть кнопочка такая То есть русских сдаться Мы сможем Скорее всего Замириться скоро И да Наши войска Зашли в Москву Теперь вопрос Только будет ли какой-то ивентик Я бы хотел увидеть Ивентик Попадение Москвы Но Нету Ивента такого Грустно Германская Остазия И русское государство Так, ну-ка Почему Остазия Замирилась Странно Как будто Россия на сепаратный мир С кем-то вышла Как-то такого не было И вот опять Но Я ждал, что с нами Они должны Убериться Ну-ка Нам нужно Капитуляться больше 50 И при этом Чтобы оно было Не право диктаторским Вопрос Савитков считается Право диктаторским Как будто да Давайте посмотрим Ну да Так и есть Надо будет капитулировать Его до самого конца До самого победного Мне очень приятно Ну ладно Типа вот так вот Работает Доброволец Получает Поддержку авиации И просто Вяция Уничтожает все Пока он Принимает урон Да Так О Программа обмена Это исследование Что? Это просто Каждого члена Получаем Плюс 3% Ну-ка Где-то Вот она Нет Просто плюс 3 Ладно Нас Кабанули Я думал Там Миллион Плюс 3 Будет Там всего лишь Просто плюс 3 Так И что мы здесь Можем попробовать Можем попробовать Попросить Гибралтар Так мы уже Почтить все Что можно было Здесь сделать Сделали Что я думаю Давайте уже Окончим С этим С этой шуткой Я бы сказал В виде интернационала Так Германская Литва Непонятно Здесь немножко Здесь немножко Территорий Не такие приятные Поэтому Все подольше Идет Но Я думаю Тоже Не сильно Долго Заставить себя Ждать Победа Нужно только Авиацию Успевать Перегонять Слипопытно Да Это Волгоград Кстати говоря Германская В статье Она потеряла Здесь какие-то Острова Но в целом Я верю Вроде как Держится нормально Я бы сказал У них Паритет с Японией И они Не особо Вступают в бои Судя по всему Ну Мы придем сюда И это изменится Конечно же И я только Вдумаю Как мы будем Высаживаться Скорее всего Надо будет На Филиппины Сначала Потом На Тайвань И с Тайваня Уже Саму Японию И там уже Ее капают Скорее всего Как-то так Еще один вопрос Что мы будем делать С Антантой Будем ли мы Высаживаться И убивать Антанту Или Оставим Их жить Потому что Они не представляют Особой угрозы Даже как и Америка Вот вопрос Посмотрим еще Так Франция капнула Россия почти капнула Надо бы Начинать вот эту выступу Хотя и Немножко запоздали мы Еще я думаю Пора переходить В Бразилии наступление Мы здесь уже Целую армию Собрали Авиация здесь у нас есть Почему бы Собственно говоря Не наступать А будем И успешно Мы сорваемся Конечно же В Италию И нам просто Сейчас будем Занимать территорию И надеяться Что мы успеем Занять побольше Чем французы И слушайте Мы просто без снабжения Здесь Но все равно Войска Которые с снабжением Мы перебиваем И спокойно Занимаем порт Я считаю Наш генерал Справился На ура Войска Которые там Сражаются Просто герои Не меньше И мы готовим Выступу В Англию Все время Наши войска Реально без снабжения Просто сейчас Пойдут И захватывать Неаполь Хотя французы Попытаются у них Украсть В этот момент Славы Но нормально Мы заставили их капнуть Точнее Совместными усилиями Скорее Тем не менее Мы конечно же Скажем что это Мы сделали Вот И Ну я бы это сделал Даже если бы они не пришли Скажем так Где такой вопрос Куда мне эту армию отправиться Сюда я уже вряд ли Что-то буду отправлять Там просто надо Пробиться сквозь эту Границу И дальше Все будет окей Кстати говоря Насколько еще долго нам нужно Да недолго Супер И Можем высаживаться А значит Мы Делаем это Просто Весь южный берег Мы будем сейчас Атаковать У нас здесь достаточно Много авиации Истребителей И вот так это происходит Авиация просто Уничтожает Любые намеки на сопротивление Давайте даже еще вот так Сделаем тоже Будем помогать еще С моря Хотя вот здесь вот Слушайте Как будто у них есть Какие-то шансы Но это пока у нас Пехота вот отсюда Не пришла Я думаю Вот только так Блин да Они реально кстати Даже смогли Подефать этот порт Неплохо так Но опять Это временно Везде Во всех остальных Продификах У нас все Вообще Отразит Абсолютно успешно Ой И Россия Полностью капнула Пора бы уже Давайте Все Аннексируем Ну и сейчас будем От России все Тоже Стараться забрать В принципе У нас варскор Максимальный Я думаю сможем И так Восток Покорен Теперь у нас Есть Здесь Свободные Дивизии Давайте Вот это Мы отправим Пожалуй Сюда Наверное Вопрос А А смотрите А с Китаем Мы не воюем С Трансамуром При этом Мы воюем Все таки Значит Да Значит Эта армия Отправляется Против Трансамура И На весь Полностью Захват Кореи А еще Я думаю Стоит Продатель войны Вот сюда Ликвидировать Интернациональную Угрозу Вот видите Большевиков На Кавказе Сначала Уберемся От Донско-Крымской Республики Избавимся Точнее Потом От Армении И Собственно Грузии Тоже Под Коммунистами Тоталистами И прочими Отребиями Падение Лода Невероятный Ивент Мы исправим все Ошибки Да Да Смотрите Можно Создать Лояльную Социалистическую Россию Что Или Лояльную Россию Нет Это Разделение А это Не разделение Давайте Наверное Не разделяясь Пожалуй Наверное Социалистическая Она называется Только потому Что Она была Прошлым Социалистической И поэтому Взяли Просто Название Смотрите Ко Срождение Рубинской Нефти Мы вернули Нашу Нефть Так Нет Мы Мы можем Затем Самим Своё Произвестство Выбрать Ну Я думаю Не стоит Этого Делать Вот Тибирская Война О Забавно Она уже Прошла Но У них Еще Висит Она Хотя Трансобор Вроде Еще Жив Так Что Наверное Типа Есть Ну Да И Господи Сколько Здесь Судеб Но Надо Будет Сейчас Все Решать Так Карелия Можно Смотрите Отдать Автономные Отдать Финляндии Отдать Россию Мы Отдаем Карелию Финляндии Потому что Она была На нашей Стране Еще Тогда Справедливо Так Это Тоже Что За Байкал Отдельно Я Не Не Люблю Слишком Сильно Дробить Страны На самом деле Так Все Спорные Территории Я буду Давать Нашим Странам Если Это Было Возможно Потому что Опять Так Они Воевали На нашей Стране Я Думаю Абсолютно Справедливо Так А Здесь Это Национальная Территория Это Национальная Территория России Так Что Можно Создать Большую Федерацию Вот Абсолютно Справедливо Что Те Кто С Нами Воевали В принципе Могут Получить Какие То Свои Претензии Болгария Кстати говоря Ну нет Не наша Так что Можно Я думаю Свои Марионетки Отдать Территории Так Здесь Россия Можно Ниша Сербия Осо Сербия 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 стала Плотной Марионеткой И Повозвращал Здесь территории По Решениям Тоже Так Страна Беларусь Надо Я думаю Беларути Не отдавать Так Северный Казахстан Российская Империя Невероятный Выбор Прям Как Выборы В Рейхстаг Недавние Здесь Как я Сказал Все Союзникам Здесь Тоже Самое Можно Братцузскую Республику Пригласить Домой Но Не думаю Не думаю Я не думаю Что стоит Там Пускай Удовольствуются Своей Африкой Своей Канадой То Что Они Взяли Когда Проиграли То у них И останется А вот И Британия Сдалась Северно Северно Просто Весь Интернациал Тоже Сдался И Северно Получили Все Очки Это Странно Но Факт В том Что мы Полностью Самостоятельно Выбили Всю Драциальную Угрозу Кроме Пожалуй Италии Там Французы Спели Здесь Я думаю Абсолютно Справедливо То Что мы И будем Полностью Решать Что Кому Отойдет И Все Отойдет Только Нашей Методик Европе И так Последнее Итальянское Государство Да Конечно Итальянское Государство Но Но Без Италии Но Кстати Говоря С Римом Послушайте В принципе Можно Доставить Сразу До Японии Нашими Выседками Так Что Я думаю Так Мы И Сделаем Поэтому Наша Армия Которая Уседилась Успешная Британия Под Начальством Гудриана Сейчас Поедет В Остазию На Всякие Острова Готовится К Выстке В Японию Пока Они Доедут Эта Выстка Будет Запланирована Так Что Нужно Только Добраться Параллельно Здесь Мы Угроза Постараемся Ликвидировать Красную И Вот Здесь Вот Бы Тоже Нам Что То С Этим С С Делать Мне Очень Не Нравится Как Здесь Фронт Сейчас Формируется Очень Я Не Люблю Воевать В Этом Регионе Без Того Что Здесь Территория Очень Противная Но Приделся И Надо Наверное Сюда Авиацию Присылать А Еще Мы Стараемся Сюда Повести ЖД По Максимуму Здесь Неплохое Количество Войск У нас Сейчас Авиация Сюда Прилетит Им Нужно Здесь Будет Снабжение Фактически Конечно Основная Ударная Сила Будет Именно С этих Островов Ехать Я думаю Можно Весь Наш Флот Переместить И Включиться В битву На Азиатском Театре Морском Фактически Испания Решила Не Отдавать Гебралтар Ужас Конечно Возможно Нам Придется Их Тоже Починить Чтобы Передземное Море Полностью Безопасить Но Кси Гори Даже Не Что Нам Еще По Функциям Здесь Может В теории Нужно Потому Что Все Нам Что Нужно Было Мы Уже Взяли Скорее Я просто Оставлю Это Как Есть И Ничего Не Буду Брать Уже Геринг Судя По Всему Проиграл Тут Еще Кто Появляется Постоян Какие Новые Авантюристы Но Геринг Уже Проиграл И Вот Мы Начинаем Вступать В бои С Японским Флотом Пока Что Только С Их Конвоями Прибыл Наш Флот И Сейчас Мы Будем Так Давайте Себеем Приказы Все Мы Будем Искать Японский Флот И Будем Его Уничтожать И Весь Японский Флот Судя По Сему Стоит На Приказе Утверное Соединение А Битв Конвоями Но Судя По Всему Реально Они Просто Будут Стоять В Протак До Конца Войны В Лимакс Игра Найти Какие-то Японские Корабли Которые Видимо Заблочились Вот Здесь Что Ли Я Вообще Искал Здесь Подлодки О да Здесь Есть Японский Флот Ну Это Конечно Ненадолго Он По Моему Скоро Исчезнет Но Это Не Так Много У них Должно Быть Еще Больше Кораблей Ну Да Они Видимо Заблоченные Вот Здесь Вот Оказались Проливом Забавно Ну Да Вот Мы Потопили Неплохую Часть Японского Флота И Подлодки Сейчас Попробуем Потопить То Ну Реально Получается Ну Просто Одно Боевое Соединение Уничтожили Здесь Остальные Но Я так Полагаю Да Вот Здесь Вот Сидит Я вижу И Вот Там Что-то Еще Сидит Как будто А Смотрите Еще Здесь Мы Нашли Снова И Снова Их Находим Они Все Таки Имеют Реально Какие-то Соединения Но Не Могут Уйти А И Вот Здесь У войска Теперь Не получают Припасы Потому Что Мы Просто Ну Рейдим Здесь Абсолютно Все Я Дашкал Мы Можем Делать Вот Так Вот Здесь Еще Если Начинаются Битвы И Помогает Краски Наша Остазия Сюда Заходят Видите Это Не Наш Это Остазия Нам Помогает Так Что Да Остазия Реально Неплохая На море Сейчас Кстати Горя Перебросили Сюда Войска Можно Начать Наступление Авиация У нас Здесь Имеется Кстати Горя Перегружен Просто Жесть Как Этот Аэродром Наши Союзники Видимо Накидались Одно Я думаю Мы Должны Все Рано Как Справляться И Пробиваться Здесь Ну и Мы Готовим Уже Эту Выстку Она Готова Собственно Говоря Поэтому Поехали И Вот Здесь Вот Тоже Готова Война Поехали Поехали В Скубочках Не Призвал Соединников Сейчас Миллион Лет Будет Призываться Все Но В любом Случа Я Сторочно Надо Прислать А так Мы Готовы И Вот Мы Подсаживаемся Это Очень Успешно Где-то Вообще Нету Сопротивления Но И Неуспешно По-моему И не будет Вот Здесь Вот Кстати Говоря Есть Некоторые Вопросики По Выстке Но Я думаю Сейчас Пехота Сюда Успеет Подойти И Поможет В принципе Так Это Вот Здесь Вот Да Да Верно Ну Да Вот Теперь Проблем Нигде Нет И Сразу На Хиросиму И Я думаю Сразу Пойдем На Восток Спрашивать Смотрите К Кто Это Такое Котанга Вкунга Они Предлагают Нам Все Ядерные Исследования Помочь Да Я Не Против Я Очень Не Против Ну И Без Особых Проблем Мы Просто Проносим Все В Японию Авиацию Сюда Забросили Что Было Попроще Но Это Проблем Собственно Гори Нет и Не Может Быть Мы Еще Успеем Перехватить Хлот Который Здесь Стоит На Патруле Стоит Мой Флот Скорее Всего Там Большая Часть Этих Кораблей И Находится Посмотрим Скоро Токио Будет Нашим Ну И После Очень Жестких Боев На Сом Деле Реально Жестких Потому Что Они Дыхаются Хорошенько Так Мы Берем Токио Вы Смотрите Германские Силы Захватили Столиз Вот здесь Вот Собственно Хоккайдо Ну Без проблем Я не против Вот Да Мы Реально Не находим Где-то Он Гуляет Неизвестно Где Гуляет Еще Просто Ну Не маленький 5 5 Авианосов Хотя Все остальное Уже Конечно Да Седина Атомов Линкора Все уничтожено И Прикрытие Все тоже Ай Корреста Сям Стала Великой Державой Кстати Говоря Вот Здесь Вот Мне говорят Так Что Нужно Будет Еще И Сюда Высаживаться А здесь У меня Приказ Сломался Абсолютно Очень Неприятно Поэтому Она Не Прогрессирует А я Все Думаю Почему Ну Да Здесь Еще И Не Хватит Снабжение Как Будто Жизнь Вот Эти Да Он Матризован Читается Тогда Напросто Садиться На юге И Все Будем Усединить И Возвращаем Те Девизи Который Забирал Ластази Обратно Ей И Сейчас Этой Армией Будем Готовить Выску Вся И Так Советская Республика Наконец Капнула Можем Мы Забрать Не За Сразу Ну Да Заберем Здесь Мы Себя Обезопасили Нефть Нашу Вернули В принципе Я Этим Доволен И Мы Наверное Увеличиваем Нашу площадь Безопасности Здесь Все Так Красная Находится Поэтому Говоря Они Сами Отратакуют Нас Но Удачам С этим У нас Дивизии Лучше Технологии Лучше Просто Тонна Авиации Так что Это было Очень глупо С их стороны А мы Тем временем Готовы Здесь К высадке И поехали Мне не очень нравится У нас здесь Не будет Абсолютно Никакого Присутствия В воздухе Но в целом Я думаю Это не должно Нам слишком Помешать Слушайте Под Бангкоком Мы вообще Высадились Без Каких-либо Проблем Но Именно сам Бангкок Еще не доехала Видим Выстка О господи Здесь Подвозки Нас попробовали Перехватить И успешно Как будто Нам срочно Нужно Еще больше Дивизия Здесь Сатохип Мы забираем Судя по всему А это уже Порт Грузия Там Армения Что ли Позвала Да Но Это все Неинтересно Она будет Захвачена Вот Нам надо Чтобы Дивизию Сперед Доехать Вроде Успевают Да Все Поехала Выстка Я думаю Успеет пробиться Хотя Туда Есть Подкрепление Так Это все Неинтересно Мне Сюда Можно Наступление Тоже Уже Проводить Высадились Мы В Сатохипе И Сейчас Я думаю Все таки Дойдем До Бангкока Так Ну все Сам Я думаю Теряет Кок А без Кока Конечно Долго Они Сопротивляться Не смогут Как и есть И Наконец Таки Азия Сдалась Теперь Мы контролируем И Азию И что ж Военно Закончилась Давайте Теперь Займемся Разделом Мир И Я думал Что я уже Мир Но нет Я еще Воюю Аю Я С народной Татарийской С родным Статарийским Старством Африки Господи Невероятно Военно 10 из 10 И господи Я все Нажимаю Оккупацию Продолжить Потому что Я выбрал Опцию Типа Передать Крым Вот этой Автономной Дон Кавказской Республике Но оставить Севастополь Как морскую базу Потому что Ну Это звучит Красиво И логично Мне все Вылазит И вент И говорит Отдай Украине Ну ладно Там Судя по всему Это все Больше нет Никаких решений Забавно Что на Британию Нет решений Почему-то Странно Но Допустим Вроде как Должны были быть На Британию На Францию И конечно Мог их пропустить Но они вроде как Должны были просто Перенестись на попозже В любом случае Примерно такой У нас получился мир Можно еще Конечно Высадиться В Америку Но я думаю Это будет Ну Во-первых Очень легко Потому что Там в Америке Нету Нету еще Нормальных Нормальной армии И у нас уже Слишком хорошая армия Я бы сказал Во-вторых Я не думаю Что это Как сказать Правильно Потому что В целом У нас интересов В Северной Америке Нету У нас есть Безопасная база В Южной и Центральной Америке Мы Так и не вошли В войну С Антантой Я думаю Так оно пускай Остается У них есть Некоторые ладини В Африке В Африке Мы не находимся И мы с ними Соседи В Южной Америке Если говоря Это не совсем так Это видимо Хотя да Будет там Колумбия Марионеточная В Северной Америке У нас интересы Не пересекаются В Индии У них все еще идет война Которую они Скорее всего Проиграют И я думаю Что ну Они не в состоянии Начать войну Против Вот такого Альянца А так как Ну все таки Это же Семья то Родственная Надо понимать Королевская В Британии То наш Кайзер Решает Что так и быть Пускай Живут Пока Не пытаются Они нам Никак нагадить Вот В Азии Мы полте Каталируем Кроме Китая В Китай Еще идет Гражданская война Поэтому вмешиваться В Китай Тоже не Сильно хочется Как и в Индию Как и в Испании Но в Испании Возможно Мы поддержим Выберем Проведем переговоры Так сказал И выберем Того Кто нам отдаст Гибралтар За нашу помощь В этой войне Кроме конечно же Синдикалистов И мы не поможем В Италии Я думаю Мы бы смогли договориться Слушайте Или не смогли Либо Наверное нет Наверное Судьба Италии Бытиков В оккупации Под нами Хотя в один момент Я думаю Мы просто То захватим Северное правительство И создадим Своё собственное Вот Здесь мы Обезопасили себя Турция наш Ну Достаточно Бжурлюбный сосед Здесь мы Контролируем Средиземное море Очень Очень качественно Поэтому Я думаю У нас Угроз нету Соперников Тем более На этом Я думаю Можно прохождение Закончить А с вами Ред был Дубгей Подписывайтесь Если вы Еще вдруг Не подписаны Лайки Комментарии Все как обычно И до скорых встреч Пока